Сегодняшняя тема называется «Становление Личности или Путь Царя». Я именно так хотел назвать эту тему. Можно по-другому еще там назвать. Но я хотел соединить эти два понятия – Личность и Царь. Почему? Вот подумайте, кто такой «Царь»? Это тот, кто сидит на троне и принимает решение. Ну вот он царь, он царствует. И Личность – это примерно для меня, как открывается немножко, то же самое. И вот сегодняшнее время, оно такое современное. Все стали личностями, да? Вот современное время уже, в которое мы живем, оно очень особенное, оно очень эксклюзивное. Раньше люди так не жили, раньше люди так не мыслили. Раньше на протяжении многих тысячелетий веков люди себя мыслили как община, как часть общины, как вот они… Они не мыслили, многие не мыслили себя как Личность. И кому была дана привилегия мыслить себя как Личность? Царям. Вот у них было право иметь некое другое мышление, отличное от обычных людей. Они могли никому не подчиняться, они могли не зависеть. Ну, это в идеале, да, потому что, конечно, даже царь, он там тоже зависит, начинает играть в политику и так далее. Вот. Но все равно любой царь, он все равно приближен к свободе некоторой, да, к свободе принимать свои решения. Аминь? Вот оно что, да. Поэтому для меня вот становление личности, это равно становлению царя. И у нас какой есть самый крутой царь? Это Иисус. Ну, Иисус, да. Ну, как царь. Давид, да. А, Давид, конечно, Давид. Вот царь, которого мы видим, да, который вот… Самый крутой царь, да, который стал царем от овечек, от маленького пастуха. Он получает откровение о том, что он царь, будучи пастухом, будучи вот восьмым сыном своего отца. Не первым, не третьим, не седьмым. Восьмым. То есть вот вообще за скобками, знаете? Не в брачном. Не в брачном. Не в брачном. Восьмой. Это тоже имеет серьёзные такие прообразы нашего будущего. Потому что вот мы на самом деле ждём даже не седьмого дня, а восьмого. Вот этого уже бесконечного Божьего царства, которое будет установлено. И вот этот Давид, он как прообраз. И я помню вот, когда я слышал раньше проповеди про Давида, просто только вот начинал слышать эти проповеди про его подвиг с Голиафом, когда вот этот молодой юноша вышел против вот этого огромного два с лишним метрового воина, который был воин от юности своей, да? И вот меня так восхитил этот поступок. Я тоже был тогда молод, я где-то в 21 год начал слышать эту историю. И я ему завидовал даже, что вот у Давида вот такой путь красивый. Такой путь интересный. Так он прям... Нравится нам путь Давида, нет? Вот он действительно вдохновляет. А он почему нас вдохновляет? Потому что он рассказан нам самим Богом в Библии. Библия нам открывает вот этого вот Давида, да? И Бог, открывая нам Давида, показывая нам его путь, как бы восхищается этим путем сам. Он наслаждается пересказом этого, да? Вот посмотрите, рогой Давида. Нашел я мужа по сердцу моему, да? И он нам вот это вот открывает, показывает эту историю, мы ее с одной стороны смотрим, с другой восхищаемся этим Давидом. И вот я сразу начал понимать, что я каким-то образом могу думать, что этот путь Давида как-то касается меня тоже. О, это гордость про себя так думать. Царь, наверное, тоже где-то потенциально. Понимаете, да, про что я говорю или нет? И, но, действительно, вот, что Бог хочет от нас? Чтобы мы стали вот в этом плотском смысле царями, да? Чтобы вот сесть, ну давайте. И мы видели такие эксклюзивные вот моменты. Сандая Теланджо, знаете? Ну, там говорили, что это негритянская культура. И когда он там садился в белом костюме на трон, двигался в этом откровении. И там его жена тоже садилась на трон. И люди, которые там даже обувь одевали, ну, снимали, другую надевали. Ну, вот, иногда улетают такие откровения христиане. Но я бы хотел вот эту вот мечту стать царем перенести вот в нашу жизнь, в наше жизненное пространство. Что это для нас значит стать царем? И потому что то, что я понял, то, что я понимаю, то хочу с вами поделиться, чтобы мы все вот в это поверили, что Бог каждого, каждого сейчас человека хочет провести путем царя. Путем царя. К этой настоящей свободе. К этому входу в твое настоящее призвание. С которого никто уже тебя никогда не сдвинет. Где уже, ну, не придется что-то там доказывать. Ну, все будет доказано, очевидно. И ты будешь просто вот находиться на своем месте. Он хочет тебя привести вот в это вот состояние твоего, твоей личности, да, твоего мировосприятия в состояние царя, как царь принимает решение свое. Действительно в свободе. И не нечестивый царь, потому что это тоже может быть, как бы, да, ты можешь быть нечестивым царем, как есть тоже библейский пример, но настоящий благочестивый царь, который, вот, свободен принимать свои решения вот внутри своего сердца. И самый главный, ну, один из главных стихов, которые меня на это побудили. Это я получил откровение, летя в самолете на высоте десять тысяч метров. Я читал Библию, читал притчи, и вдруг я читаю вот это вот сердце царя в руке Господа. И он как потоками вод управляет им. И, знаете, мы иногда это интерпретируем как что-то, относящееся к властям, к царям, за которых мы молимся и говорим, Бог управляет ними сердцами, потому что они там цари-начальники и так далее. Но этот стих, он для тебя. Вот, вот, потому что в руке Бога может быть только сердце царя. Понимаете? Вот, по-настоящему вводимым духом человек может быть только когда он действительно сам свободен внутри себя. Полностью. Когда он, его решения не, как бы, корректируются или двигаются, или, там, да, принимаются из-за какой-то нужды, нехватки чего-то. Да? Или из-за мнения людей. Или из-за похоти какой-то, как искушения у него там что-то не хватает. Вот вы понимаете, вот царь, он достаточно, он доволен, он, ну, настоящий, ну, как бы, да, царь, у которого есть действительно победы, как Давид, да, вот. Это была личность, которой, которой не нужно было уже ничего доказывать, которая прошла свое становление, да, постепенно, через пустыню, через водительство духом, через вот эти вот экзамены, где он, да, питался хлебом, они, да, вот это вот, то, что проходит Иисус, что не хлебом одним жив человек, но, всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, вот, Давид в своем заходе в пустыню, вот этот вот пример, где он приходит к священнику и ест хлебы, предложения которых нельзя есть никому, это говорится о том, что, как бы, вот, ему открыто, и он питается по-настоящему Божьим словом в этой пустыне. Он не питается человеческим хлебом, он питается вот этим настоящим духовным хлебом. И он уже не так зависим от этого вот, ну, от того, что есть физическое вокруг него. Он уже, ну, как Иисус, да, то есть, ему не нужно уже, вот, менять что-то. Ему, он уже знает, у него уже такие тесные отношения с Богом, настолько он наполняет им, да, что он уже недвижим нуждой. И вот он сдает этот экзамен. Потом он сдает этот экзамен, еще два экзамена, когда Саул за ним гоняется, да, и вот красивейшие вот эти вот моменты, когда Саул, царь, гоняется за ним, и у Давида уже призвание быть царем, и с ним уже люди, и вот там в этой пещерке они встретились, Давид может его убить, но Давид говорит, не подниму руки на помазанную, не подниму. Да, то есть он... И там так интересно, что люди ему говорят вокруг него, «Смотри, твой Бог предает тебе твоего врага, вообще это нормально сейчас убить твоего врага, и ты царем станешь, и мы тут с тобой заживем уже нормально, что мы вот с тобой тут мыкаемся». Но вот этот вот внутренний человек у Давида чувствует что-то неладное в этой ситуации. «Я не знаю, насколько он это понимает, может быть, он просто прокручивает наперёд и представляет, хорошо, убил Саула, вот меня воцарили, и я, а вдруг это что-то неправильное, я буду переживать, что я убил Саула, у меня останется вот это огорчение, да я лучше не буду царствовать, чем вот так царствовать». И он принимает это решение, и может быть он даже сомневается в этом решении, потому что, ну вот мне так интересно, там всё складывается, что после этого Саул обещает за ним не гоняться, но через какое-то время опять возобновляет на него свою охоту ещё сильнее, опять люди в опасности, опять Давид в опасности, и, наверное, пришли мысли такие, надо было всё-таки убить его там, всё-таки, наверное, это от Бога было надо было. И тут же держи тебе возможность, ночью опять они приходят, встану, он спит, храпит, и слуга говорит, не хочешь ты, я сделаю, ты только вот скажи, я не повторю удар. И он говорит, нет, нет. И он опять, вот сталкиваясь уже с тем же искушением, может быть, уже обдумавши какие-то сомнения, он опять говорит, нет, он опять… То есть это, вот про чё я говорю, это личность, которая недвижимо нуждой обстоятельств, недвижимо мнением людей, и неважно сколько их, это личность, которая имеет своё внутреннее решение, свою внутреннюю оценку ситуации, у неё есть мнение, понимаете? Вот про чё я сегодня хочу говорить, вот оно становление личности, вот он путь царя, вот в чём вообще вся духовность заключается, вот кого Бог сможет водить духом. Только ту личность, которая отвечает за свои решения сама, внутри себя, которая сама, ну как вот, она не зависит от того, что было раньше, или от того, что вот она способна взвесить эту ситуацию, понимаете? Вот как у Никодима было с Иисусом, очень похоже, очень похоже, вот Никодим, вот этот священник, уважаемый человек, приходит к нему ночью и говорит, что да, Иисус, признаю, ты от Бога. Но приходит ночью, Иисус ему рассказывает, он говорит, дух дышит где хочет, и он не понимает, что это значит. А почему? А потому что он не способен двигаться духом, он двигается только мнением и только вот теми обстоятельствами, в которых он находится. Да, он способный человек, он использует свои дары, таланты в продвижении себя по карьерной лестнице, там он уже уважает людьми, но внутри него нет свободы. нет свободы делать то, что он считает правильным сам. Понимаете про чем? О чем христианство? Что нам показывает Иисус Христос, умирая за нас на кресте? Он показывает нам, неважно, если весь мир вот так думает, а я вижу так, и это правильно, перед Богом я говорю об этом. Я живу так, как я думаю. Я не осуждаю тех, кто не может еще так жить. Я им сочувствую, я их поддерживаю, я их помогаю, я их не критикую. Но он нам показывает, что он свободен принять свои собственные личные решения. Вот он настоящий путь царя. Вот она настоящая свобода личности. Понимаете? Потому что Бог нас сотворил свободными личностями. Адам был свободен, когда нас это решили. Мы уже сейчас, когда грешим, не свободны. Мы уже попали вот в эту некую несвободу. И нам приходится теперь выбираться из этого. Поэтому есть путь. Поэтому Иисус говорит, я есть путь истины и жизни. Я путь. Мы хотим, чтобы Бог благословил нас там, материально, финансово, физически, куда-то там ввел. А как Он может нас вести, если ты еще не личность, которая может, ну вот, действительно отвечать полностью за свои решения, за свои поступки. Если мы будем выяснить, мы увидим, если мы будем анализировать свои решения честно, мы увидим, как часто мы приняли решение, потому что удобнее было, чтобы на конфликт не идти, чтобы там, вот, как раньше было, но лишь бы не самому. Лишь бы вот, ну, действительно не отдавать отчет, а как перед Богом. А Бог с тобой, если так не живешь, Бог с тобой говорить не может. Понимаете? То, что Бог вот стоит в стороне и ждет, пока же ты поймешь, что с Ним можно разговаривать только искренне. Только со своим мнением. Чего ты сам по этому поводу думаешь? Понимаете? И пока человек, он не придет вот к этой вот простоте свободе и искренности, он будет вот так. Вот так. И в христианском мире, и в христианской жизни, неважно, он будет оправдывать свои поступки так или иначе, он будет оправдывать свои мысли, свои действия там и так далее. Но самое страшное для него будет высказать свое настоящее мнение по этому поводу. Потому что, ну, действительно вот так. И у Никодима была именно с этим проблема. Большой человек, уважаемый всеми человеком, но приходит ночью к Иисусу. Потому что вот Иисус его не судит. Я люблю Иисуса именно за это. На самом деле Иисус нас не судит. Понимаете? Он понимает нашу зависимость, он понимает нашу несвободу, он понимает вот этот дух этого мира, который всех повязал, который вот сделал что-то такое объединяющее такое, да, в этом, в своем духе, да, что лучше не высказывать своего настоящего мнения. Я говорю, есть много людей, которые, вот сейчас очень интересная такая тема, когда ты с людьми разговариваешь, они тебя прям вокруг вызывают, а это мое мнение, они говорят. И все, не лезь. Вот просто мирские даже люди, обычная тема. Да это мое мнение. И я начинаю, я говорю, ты уверен, что это твое мнение? Ты тут телевизор смотришь, с этим общаешься, это точно твое мнение? Ты проанализировал все, ты взял всю информацию, ты взвесил все, ты вот так вот кричишь. Да, скорее всего, нет. Потому что ты взял какое-то мнение, которое высказал кто-то там, вот авторитетно, оно тебе понравилось, одно мнение, второе, третье, составил из этого свое мнение, и называешь человеком себя, у которого есть мнение. Да нет у тебя мнения, по большому счету, и большинство, даже, даже у самых умных людей, у них практически нет своего мнения. Ихнее мнение составлено из многих мнений. Настоящее мнение может быть только у настоящего, свободного человека, который прошел свой путь. Который, вот, действительно, вот прошел именно путь свой с Богом, как Давид. Понимаете? Как Давид. Вот оно, настоящее освобождение, настоящий путь свободы. И вот Иисус, и что Иисус говорит об этом поводу? Давайте откроем восьмая... От Евангелия Антуана, восьмая глава. От Евангелия Антуана, восьмая глава. Восьмая глава. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Кто есть истина? Иисус. Не что есть истина, а кто есть истина? Познание Бога делает нас истинно свободными. Но процесс этот, это процесс. Потому что вот тридцать первый стих, можно даже, знаете, с тридцатого прочитать. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. То есть вот, знаешь, то, что ты уверовал в Него, и принял в Его, это еще не свобода. Ты только уверовал. И многие могут находиться в этом процессе очень долго. И поэтому вот, одно дело верующий, а другое дело Сыны Божьи. Сыны Божьи. Что это все близко, это все путь, но по-настоящему свободен Сын. Понимаете? Потому что Он Царь. Понимаете? Потому что дал власть, те, которые приняли в Него и уверовали, дал власть быть детьми Божьими. Это власть. Это действительно власть в свободе принимать собственные решения. То, как ты сам видишь эту всю власть. Но нам нужно в это двигаться. Это процесс, и здесь написано. И тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободны. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Если вы будете... Мне нравится современный перевод. Он меня очень долго направлял. И до сих пор появилось такое слово «продолжать». Там сказано, что если вы будете продолжать следовать Моему учению, то вы истинно Мои ученики. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому свобода настоящая заключается в одном слове – продолжать. Продолжать следовать Его учениям. Продолжать быть Его учеником. Учиться, принимать, слушать. Слово произведет свою работу. Рано или поздно. Оно не может не произвести свою работу. Оно будет тебя менять. Оно будет с тобой говорить. Оно будет тебя проводить. Поэтому много раз видим людей, которые издают одни и те же экзамены. Они когда-то сказали Богу «да», но не собираются приводить свои жизни в порядок. Они опять там уходят, убегают, живут неправильно. И потом Бог их опять возвращает и говорит «ну что, сдавай экзамен уже. Пройди уже этот свой экзамен. Возрасти в этом. Оцени уже это все. Что грех – это не твой друг. Что твое мнение – это не твое мнение. Вот мнение, где написано настоящее. Его мнение. Он высказал свое мнение. Только в нем мы можем быть, иметь свое мнение настоящее. Потому что он тот, кто пришел по-настоящему освободить людей. Поэтому часто с человеком происходит все так медленно. Понимаете? Иногда. Нам хочется как церковным таким иногда руководителям, или вот кто делает служение, чтобы люди как можно быстрее привели свои жизни в порядок и такие вот служили в силе, в радости и так далее. А вот оно все идет вот не так, как бы хотелось. Потому что, на самом деле, настоящий процесс делает только Бог. Люди не способны сделать этот процесс. И многие начинают разочаровываться в этом. Да? Что… Почему ты не ведешь порядок с этими людьми? Почему вот так вот? Даже вот… Вот это вот… Ну… Высказывание к ученикам Иисуса Христа. Почему твои ученики едят немытыми руками? Это беспорядок. Это, ну, неправильно. Иисус говорит, ну… Если бы вы знали милосердие и любовь Божию, ну, не осудили бы невиновных. Невиновных. И едят, потому что есть хотят. Потому что воды нету рядом. А вы вот, ну, за всякое вот это вот начинаете давление оказывать. На людей, которые… Ну, что… Что им нужно не вот снаружи стать такими соответствующими всем нормам и правилам, да? А внутренне. Внутренне стать, в первую очередь, свободными через освобождение от духа. Вот я тут со своими людьми все… Периодически в центре там воюешь, воюешь, кто-то покуривает там. Иногда много людей покуривает, иногда мало покуривает. Они периодически с этим борются. Вот. И… Были верующие, которые притыкались со мной в разговоре, вот такие сильные там. Как я могу проповедовать? Я и курил здесь вся. Я говорю, слушай, мы с тобой раньше работали в бригаде просто, где у нас и курили, и пили, и все. И мы… Ты же им проповедуешь. И вот я говорю, мы иногда хотим законом изменить людей, запретить им. Это не говорит о том, что я им разрешаю. Но я им проповедую. Я им говорю, что если ты не способен справиться с такой маленькой вещью, как курил, как ты будешь справляться с более другими вещами, как ты свою жизнь приведешь в порядок. И я им говорю это много раз, много раз, много раз. И я говорю, ты должен захотеть освободиться. Ты должен воззвать к Богу. Бог может тебя освободить. Я знаю это, я пережил это, я верю в это. Бог может тебя освободить. Все, что я могу делать, это проповедовать этому человеку. И вот однажды, вот на днях мне человек сказал, слушай, я не имею, Бог освободил. Я проснул, я тебе помню, я пообещал тебе, что я будешь курить. Но я не смог. Я не выдержал, что я все равно пошел, и мне стало так тошно, мне стало противно, что я даже вот не могу свое слово сдержать. И я возвал Бога, говорю, Бог, ну как же действительно я вот так вот не могу ничего изменить, не могу даже действительно куриваю и бросить, как я все остальное брошу. Помоги мне. И он говорит, я проснулся на следующий день, и я не хочу курить. И до сих пор говорит, я не хочу курить. Ну я просто радуюсь, я думаю, ну наконец-то я дождался. Понимаете, потому что, ну я ничего действительно не могу сделать. Я могу, я говорил об этом христианам. Да, мы были в Рету, да, мы были в таком центре, где много ответственных, где определенная атмосфера, где очень легко людей контролировать, куча людей, и они якобы освобождаются. Но как много примеров, что эти люди потом уходят, и не имея личных настоящих отношений с Богом, просто вот падают сразу. Отрекаются от Христа сразу. Я удивлялся этому. Я говорю, ну иногда они не падают, и нам просто отрекаются. Чем? Да то, что не ходят в церковь. Это открытое отречение от Христа. Для христианина, который уже как бы, ну заявлял, жил и так далее. Они по-разному иногда поводам это делают. Они говорят, мне это воскресное христианство. Критикуют еще воскресное христианство. Вы очень свободны будете. И Он освобождает. И Бог освобождает нас. Свобождает нас по-настоящему внутренне, от греха. Свобождает нас действительно вот к этим личным взаимоотношениям с Ним. Потому что Бог – это личность. И отношения с Ним можно иметь только будучи личностью. Потому что как Бог будет с тобой говорить, если ты все время опираешься на какие-то мнения, на какие-то стереотипы? Понимаете? Он только лично может говорить. Если Он тебе скажет что-то, что твоим стереотипам не будет соответствовать. А Он часто так это говорит. Мне нравятся слова одного проповедника, Тамарына, который там шутку такую говорит. И вот там люди иногда любят заявить, говорят, а это не от Бога точно. Вот эта вот ситуация или вот это вот движение. Он говорит, Бог специально придет в то движение, говорит, чтоб тебе показать, что ты не решаешь, что от Бога это или не от Бога. Просто специально это сделаем. Потому что часто наше мнение, наше решение, оно действительно не основано на том, что мы сами об этом думаем, что мы переживаем, что мы чувствуем, что мы знаем из Священного Писания. Потому что, ну вот там настоящие ответы. Там настоящее. И то, когда действительно мы хотим услышать настоящее. Потому что Писание такое, что через него и дьявол может говорить. Помните или нет? Иисусу в пустыне. Прыгни, ибо написано, ангелом своим повелит понести тебя. Вот он, дух сатаны, спокойно пользуется Писанием, интерпретацией его. Ибо сказано, что ангел заповедует о тебе. Ну, я вот тут перечитывал, заповедует о тебе. То есть, если ты сын, то есть, он ему прям вот, он правильно берет место Писания, о нем заповедует. Но меняет вот какой-то смысл. И что здесь нужно Иисусу? Что требуется от нас, как становление, различить это, различить, не повестись, не начать делать то, что тебе внутренне самому, ну как бы, противоречит. Что вот, не искушай, говорит Бог. Здесь, ну, не нужно делать все эти всякие глупости просто ради того, чтобы вот, ну, ангелы тут тебя начали выручать и спасать. Внутри нас часто есть ответы. Внутри нас часто есть все. Вот, стань человеком таким, которого внутри Бог будет говорить, будет тебе говорить по-настоящему. И ты спросишь себя, а может быть, я вот думаю так, потому что я боюсь мнения? И ты скажешь, нет, не боюсь. А может быть, я думаю так, потому что так? Нет, ну вот, ну, я так, потому что я так считаю правильно. Потому что я так вижу Библию, я так думаю, я личность. Я способен судить, я способен рассуждать. Дерево, которое будет посажено в потоках вод, который приносит плот свой во время свое, это праведник, написано, который размышляет о законе Господа день и ночь. Он размышляет, он думает, и ему открывается. Понимаете, ему открывается, как поступать, как думать. Поэтому, вот, почитайте первое и второе царство, если давно не читали. Почитайте вот этот путь Давида. Путь Давида, как вот ваш путь тоже. Как то, что... Каков этот путь? Великие драгоценные обетования, через которые мы получаем. Великие драгоценные обетования. Давайте мы второе Петра откроем. Как от божественной силы его даровано нам все потребные для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славы и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы через них вы соделались причастниками божественного естества. Великие нам... Вот это вот все даровано через познание призвавшего нас и дарованы, которым дарованы нам великие драгоценные обетования. Какие обетования нам даровано? Вот как Давиду. Ты царь. Ты царь. Представьте, какое обетование даровано вот этому пастуху. как пророчество ты царь а как? верь пусть вот это вот семя что ты царь, ты личность которая свободная, которая действительно находится на вершине на горе в этих личных отношениях с Богом только, ну понимаете я сейчас вам это еще докажу из Библии, что вы вы цари и священники вы знаете, что я говорю вы цари и священники я раньше, ну, в откровении два раза это заделал нас царями и священниками что все цари ну вот в плотском смысле этого слова, нет но все цари в каком смысле этого слова как личности как личности, принадлежащие себе, отдающие отчет за свои решения поступки, проверенные испытанные, вошедшие в свое призвание потому что вот этот вот вход когда Давид стал царем уже да, воцарился пройдя вот этот свой путь это можно обозначить как вход в твое призвание все, с которого уже никто тебя не сдвинет не уберет и это как воцарение и мы, и на самом деле если так вот посмотреть это не для нас вход в призвание это надо тоже понять это мы иногда сами это вот этой вот конечной мечтой там своей жизни войти в призвание все, все, я вошел в призвание это просто войти в свое призвание да, нам нужно пройти этот путь царя войти, утвердиться в этом встать на эту позицию как встал однажды Давид для чего? для чего Давид стал царем? для того, чтобы Божье царство продвигать на этой земле вот своими дарами своим управлением заботиться о людях воевать сокрушать умножать эти территории увеличивать, понимаете? вот он для чего вход в призвание вот для чего призвание поэтому многие а если мы хотим войти в свое призвание только как с эгоистичной целью чтобы сказать я вошел в призвание наконец-то ты не понимаешь ничего тогда и еще не вошел в свое призвание потому что войти в свое призвание это работа это трудиться это уже, ну понятно, когда мы только находимся в начале своего пути для нас все одна цель войти, стать стать царем я буду царем но Бог, ведя его ведя его по этому пути показал ему все что значит быть царем он уже был готовым царем он не как Саул заступил на царство а потом начал тренироваться там, учиться он до того как вот вошел в свое предназначение он уже там в пустыне с людьми он заботился о людях он защищал этих людей он кормил этих людей он воевал там да, и так далее то есть он уже руководил вот этой своей общиной в тот момент да, заботился о людях потому что забота царя это на самом деле люди да, если царь он как бы мудрый это люди поэтому нам наше призвание оно должно оно дается для того, чтобы кто ты там призвание пророк, левит я не знаю да, как обычно это все сейчас интерпретируется да, пастор там я не знаю или еще кто-то но в первую очередь мы цари мы цари цари и священники и вот Тавид вот сейчас мы как бы второй части вот этой потому что она тоже очень-очень важна что мы не просто цари но мы цари и священники и это слово дается не так что одни цари а другие священники так вот мы пополам разделились царственное священство есть но там прям употребляется в откровении два раза это слово что это вы цари и священники и тогда мы сказали что царь это тот кто имеет право принимать решения это личность свободная личность стоящая вот на этой верхушке и вот помните даже если только Иисус говорит ты царь он говорит царство мое не от мира всего да, то есть как бы иначе бы слуги мои подвязались бы за меня его царство оно духовное и за ним ангелы стоят и он проходил там свой путь да, но в его сознании он действительно был царем он был вот этой вот свободной личностью понимаете личностью которая может не отчитываться перед мнением других людей потому что это очень сильно связывает часто наши жизни вот эта вот зависимость и второй момент священия потому что Давид стал как раз вот этим царем пророком царем священника если мы видим что ошибки Саула были связаны с тем что был пророк у которого было откровение от Бога который передавал царю что нужно было делать да и Саул не мог полностью это сделать почему я уже много раз об этом говорил потому что это не было внутри него потому что он как бы вот был вот этим притечей настоящего царя потому что вот он только был этой попыткой да вот этой вот ошибкой так сказать да на которую должны все посмотреть и сказать ну просто царем быть мало просто личностью быть мало мне нужно быть личностью которая имеет связь с Богом лично потому что Саул не имел вот этой связи с Богом лично не имел этого откровения потому что вот это имеет только священники понимаете вот это ну как бы благодать вот эта функция, вот это откровение дано священникам, пророкам. Понимаете, быть в храме Божьем и получать от Бога личные откровения. И вот, куда нас Бог ведет? Бог нас ведет в царей и священников вместе. Чтобы мы были личностью, которая имеет от Бога личное откровение. Личное откровение. Настоящее откровение, через которое может двигаться. Потому что, ну, это вот действительно, поэтому нас Бог так называет. Поэтому Он нам это приготовил. Он это приготовил не просто для одного Давида когда-то. Он этот путь прошел с Давидом и показал нам всем, насколько прекрасен этот путь и насколько это то, что нужно каждому человеку. Понимаете? Вот это вот внутренняя свобода и внутреннее откровение. Вот это вот две вещи в одном флаконе. Две самые главные вещи, которые были у Иисуса Христа. Причем неважно, какая позиция у тебя будет по плоти. Понимаете? Иисус это тоже показал. Родился в Холиву. Был просто человеком, который занимался там ручным трудом или обычным трудом. Но стал царем царей. И даже не пошел вот там народ, помню, хотел прийти его и царем помазать. Помните? Там было. И он отказался от этого, потому что не в этом был смысл. Вот. Поэтому в сегодняшнее время вот это вот общество, как бы и время современное, оно бросает нам вот этот вызов. Я уверен, что Бог свои процессы, он ведет во всем обществе, во всем человечестве. И то, что вот человечество прошло вот эти средние века, эпоху модернизма, там, да, знания, вот это вот, да, эпоху возрождения, философы, все это Богом запланировано, все это ведет человека к освобождению, потому что сама церковь, допустим, его, она нуждалась вот в этом, чтобы ее, ну, чтобы она не закоснила в своем откровении, просто вот в этой власти духовной всем говорить, кому и куда. Ну, чтобы она тоже вот, чтобы ее современное общество, оно заставляло выходить на другой уровень откровений, сталкиваться, отвечать на это, да, что поэтому и произошел сейчас такой разрыв между современным обществом и религией, да, что общество шагнуло вперед именно вот в это откровение, в откровение личности, в откровение свободы. Это людям понравилось, потому что, ну, теперь уже не нужны рабы, и теперь каждый может добиться всего в своей жизни, да, если очень сильно там захочет. И это правда, и это аминь, это Бог запускает эти процессы. Почему? Потому что церковь перестала давать, да, встала там где-то на ручник, и сами знаете, да, что происходило там с католической церковью, с православной церковью, да, с этими церквями, которые, по идее, должны ввести как раз к этому, да, к освобождению, да, но дух этого мира и туда проник, да, дух этого мира и туда проник, и, как обычно, сел и стал диктовать свое, но Бог движется, Бог движется к свободе. И вот это вот, говорю, откровение, которым я живу, и вам его тоже периодически озвучиваю, да, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, это об этом. Потому что там еще есть такие стихи красивые, что это римлянам 8 глава, вот в 19 стихах. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь, освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. В славную свободу детей Божьих. Потому что вот дети Божьи, настоящие дети Божьи, последователи Иисуса Христа, вдохновленные теми, такими примерами, как Давид, да, начинают действительно вот освобождаться, жить этой свободной жизнью и освобождать все вокруг. Понимаете, вот он наш как бы путь настоящий. Не просто провести свою такую жизнь и спокойненько пойти на небо, но освобождать, но освободить, освободиться самим и потом жить ради свободы других, ради блага других людей. Вот он путь царя, вот он, вот Давиду это открылось. Потому что, может быть, когда-то в начале он просто вот, ох, как круто мне такое пророчество, я буду царем, я, понимаете, и он не понимал еще наверняка, с чем это связано. Ну, оно ему понравилось, и это было истинно, и он начал в этом расти, и первое действие с Голиафом, да, вот в нем дух сыграл, как это, да, пускай оно большое, но это животное, может поносить войско Бога Израилю, да. И вот у него мотив рождается, и он так красиво побеждает. Но даже после этого он еще не становится царем. Может быть, в его представлениях царь должен был сделать вот так, все, да, я говорю, признаю, давай ты. Но нет, сэ ля ви, такова жизнь, никто так не делает, и путь царя у него только начался в этот момент, да. И начались, наоборот, трудности и сложности, да. Были красивые моменты, были тяжелые моменты, но это был достаточно длинный процесс к настоящему освобождению, к настоящей вот этой силе и помазанию настоящего царя. Опять же, для чего? Для того, чтобы Божье царство, оно повлияло, да, чтобы оно выросло и повлияло на всю землю. И вот это вот, то, что мы видим вот в этом царстве, царство Давида, потом царство Соломона, что это становится самое крутое царство среди всех царств во всем мире. Это пророчество, понимаете? Это пророчество о том, что вот произошло на такой маленьком клочечке земли, там, потому что это действительно, они тогда не понимали же, да, насколько огромна земля, насколько у Бога огромен план, но тогда вот цивилизация была там в основном, и вот там было это израильское царство, и все, и все остальные платили просто. Приезжали, платили, привозили, и даже из самой дальней страны царица Савская приезжает и поклоняется. Но это как прообраз, это прообраз, прообраз царства Божьего, прообраз того, что Бог хочет сделать на земле через кого? Через сынов, через свободных сынов, через царей и священников, через свободных личностей, которые действительно позволяют Божьему Духу дышать внутри них, и которые способны на это откликаться, делать это по движению Духа, как Иисус сказал. Он дал Никодиму очень простую формулировку, но она настолько глубокая, она настолько объясняет вот все состояние Никодима. Он спрашивает, как это вот все, что у тебя такая власть, это чудеса, как это все может происходить? Он говорит, это Дух. Дух. Я тоже вроде духовный, я тоже с Духом там, а Дух дышит где хочет, и ты не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Дух решает, Дух ведет, Дух все знает. У Духа все глубины, у Духа направление. Моя задача быть к этому открытым и не врать самому себе, не прикрываться, как вот сделал Никодим. Потому что вот Дух этого мира, религия, дьявол всегда будет на человека пытаться это набросить, пытаться заставить отречься, пытаться не сказать свое мнение. Из чего начинает Никодим после этой встречи? В седьмой главе он как раз и начинает с того, что он высказывает свое мнение. Он еще не говорит, что он последователь Иисуса Христа, что он приходил к Нему ночью и готов за Него умереть, но он говорит то, что осудит ли наш закон человека, если мы не узнаем. Ну и он сразу получает, как говорится, камнем по голове получает критику того, что ты не из Галилеи? Сразу. Ярлык повесил. Ты тоже из Галилеи, что ли? Иди научись, из Галилеи пророк не приходит. Все, повесили ярлык, заткнули рот. Но Никодим сказал. Понимаете? Никодим уже меняется. Никодим уже понимает. Никодим уже дает выход вот этому Духу наружу, да, сказать свое мнение. Настоящее свое мнение. Как много людей не могут этого. Как много людей в этом не живут на самом деле. И вот это вот и есть наш путь для того, чтобы стать собой в Боге, в этом плане Божьем, благодаря Божьим обетованиям, что Он тебе так пообещал. Он тебя именно для этого избрал. Он тебя, на тебя Дух сошел именно для этого, потому что вот на Давида он сошел там. В самом начале. Просто сошел Дух. И он уже начинал делать то дело, да, он начинал быть верным в малом, да. Вот он тоже принцип становления, личность становления царя. Верный в малом. Верным в малом будет доверено больше. Не к большему мы стремимся. Мы просто стремимся к тому, что вот то, что нам доверено, то, что у нас есть сейчас, мы это просто делаем, мы это исполняем, и все, а уже Бог нас двигает дальше, дальше, с каждым каким-то экзаменом дальше, дальше, а наша задача всего лишь быть верным, в этом мало. Вот он так нас воспитывает через это. Буду заканчивать. Надеюсь, понятно сегодня, да, сама основная мысль, что вот эта жизнь Давида, она для нас. Это не то, чтобы вот жизнь Давида, и особенно там вот женщины, они могут тоже думать, ну Давид это же мужчина, там все вообще там для него, про него и так далее. Нет, это в Библии сейчас сказано, что сейчас нет ни мужеского, ни женского Бога, но все Христос. То есть мы его сыны все. У Бога нет дочерей еще, так шутят. Знаете, нету, потому что вот все, все сыны, и все идут вот этим путем. Для меня это царский путь, это то, что я назвал. Становление свободной личности. Просто хотел еще такие моменты прочитать, что еще относится к царю. То есть, что такое в Библии нам говорят про царю? Царь, это в первую очередь милость. То есть будьте милостивы. Будьте людьми, которые уже ведут себя как царь. То есть вот царю присуще оказывать милость. Вот он уже находится на такой позиции, где 99,9 это должна быть милость. Понимаете? А вот уже отрубить, казнить нельзя, помиловать, это уже в последнюю очередь. И вот мы уже должны вот в этом возрастать. Вот в этом духе Иисуса Христа. Царей не следовать. Знаете? Дело Божье облекать. Слава Божье облекать дело тайную, а слава царей исследовать это дело. И вот, понимаете, вот царей, они не заняться нечего, они исследуют. Поэтому мы должны тоже такими стать исследователями. Понимаете, вот разгадывать вот эти вот загадки, духовные откровения, понимаете? То, что Бог сделал. Царь, это ответственность за других. Царь, это решительность. Царь, это строительство тоже. То есть что это значит? Это реализация. Реализация возможных вот меч-меч, твоих меч. Понимаете? Вот Соломон, он стал, вот Давид, он тоже такой был. Он там, я храм хочу построить. Он говорит, иди строй. Потом он говорит, не-не, ты слишком кровью много пролил. И он, ну ладно, строить не могу, готовить буду. Он столько приготовил. И чертежи начертил, и денег собрал, и все приготовил. И Соломон уже с этого смог дальше продвинуться, да? То есть это вот тоже относится все вот к этому, да? Накапливать для следующего поколения, строить что-то, приводить. Вот эти вот, потому что, ну, Бог хочет через тебя приносить новые вещи в этот мир, рождать что-то. Понимаете? И вот, ну, это относится, так могли жить только цари. А сейчас это дано личности. Понимаете? Дано личности. Ты свободен в том, чтобы двигаться тебе вот в мечте, которая вот, откуда ты знаешь, что это не Бог вложил? Мы иногда должны просто попробовать и употребить все усилия для того, чтобы туда пройти. И, может быть, откроется что-то другое. Понимаете? Мы, ну, свободны так, как свободен царь. Мы уже должны об этом мечтать. Пусть в вашем понимании вот вы станете вот этими, да, царями. Да? Уже в воображении, в мечте, в том, что когда-то ты будешь жить так, что ты будешь реализовывать свои мечты. Потому что Бог говорит через мечты. Бог говорит через желания. Не будешь только вот, только на работу уходить, потому что надо деньги и так далее. Да, это все есть, да, это какое-то время, но я уже мечтаю о чем-то таком, чтобы иметь вот, ну, свое. И царь-пророк, да, то есть пророк это переживание откровения, это любовь к слову, это любовь к заповедям, это любовь к учебе и духовному знанию. Вот все-таки священники. Священники, они, они возрастали в храме, возрастали в этом служении с малых лет. Они учились, ну, вот этим всем духовным принципам, да, жертвоприношениям, молитвы там за других и и так далее. Вот, ну, как бы, то человек, да, который дерево посажено при потоках вод, который размышляет о Слове Божьем день и ночь. И такой человек будет успешен. Такой человек будет благословлен Богом. А есть также неправильный царь. Просто обраточка, быстро, до конца. То есть, это зависимость от мнения большинства. Это мы видим в Сауле, да, вот было там, принес эту жертву. Пророк сказал, не надо, люди стали разбегаться и не смог, да. Это политика, да, это игра в политику. Это тоже вот все присуществует. И мы можем тоже как личности быть вот такой нечестивым таким царем, понимаете. Подстраиваться, зависеть, заниматься политикой, выглядеть в первую очередь хорошо в глазах других людей, как вот пророк пришел, поругал Самуила. Да, говорит, сегодня будет твой царь. Он, да, вцепился, говорит, да, нюхай, почти меня перед людьми. Вот перед людьми, все, что там будет, ты меня проклял, но оно уже не так важно. Вот ты меня сейчас перед людьми тут почти и все. Потому что вот он, он жил этим, он был, вот царь, зависимый от мнения людей. И это тоже как личность, которая может вот, ну, не отдавая вот иногда себе в этом отчет, понимаете. Мы иногда не отдаем в этом отчет. Поэтому мы должны спрашивать себя, а я ли так думаю? Или мною руководит мнение большинства? Понимаете? В первую очередь мы должны вот понять хотя бы, что мы об этом думаем. Иногда мы должны будем согласиться с тем, что, ну, я, смысла даже нет, как раз высказывать свое мнение, потому что большинство вот оно вот так, и мне вот нет смысла даже высказываться. Это уже другая ситуация, понимаете. То есть, ну, иногда придется промолчать на самом деле. Вот. И Бог не хочет, чтобы мы сразу вот шли на Голгофу, да, вот в этом своем юном возрасте. Но мы должны дать себе отчет, что я-то думаю по-другому, понимаете. Хотя бы начинать с этого, что я думаю по-другому. Да, у меня сейчас нет сил высказаться, переубедить и так далее. Но думаю я по-другому. Тренируйтесь в этом. И я так думаю не то, что я вредный, не то, что я уперся против всех. Понимаете? Я просто так думаю. Не честивый царь, любовь к деньгам, любовь к власти. Да, то есть, как бы когда мы вот с этим связываем свою свободу, да, с властью из деньгами и лжепророки. То есть, что это тоже? Потому что, я говорю, если вы царь и священники, то мы можем быть, ну как цари и пророки, то мы можем тоже как бы вот, мы должны понимать, что такое лжепророк. Лжепророк это тоже как бы провозглашение часто каких-то может быть позитивных пророчеств, которые льстят слушающим, да. То есть, люди будут искать себе учителей, да. И вот это возможно, что это будут лжепророки, да. Это манипуляции людьми ради получения какой-то вот выгоды или еще чего-то, да. Этими духовными дарами или еще чем-то, что вот тоже нужно быть осторожными, чтобы не стать такими. Понимаете, я про что говорю? Я не про кого-то говорю. Я говорю это про нас, чтобы мы вот, ну, вот эти свои духовные дары или Слово Божие или пророческий дар какой-то вот не использовали вот собственной какой-то выгоды, собственной какой-то от этой позиции, потому что, ну, это лжепророчество уже получается. Поэтому, вот, есть цари и священники, есть нечестивые цари и лжепророки, да. И это как бы обратка. Это вот то, куда нам не нужно идти, то, где мы должны разрезать и разделить. У нас есть в Библии примеры всему, да. Есть хороший царь Давид, есть Саул, который наделал кучу ошибок, да. И мы его сейчас должны не то чтобы критиковать там очень сильно, да, и вбить там людьми через этот пример, но самим остерегаться, чтобы не стать такими в первую очередь.